Ураган, ребята, это ураган! Я хочу прыгнуть здесь, я влезу. Главное, чтобы эта штука не закрылась. Ребята, что делать на вилле за 700 тысяч евро, когда идёт дождь и ураган на улице? Вот такое катание у нас. Ох, вот тебе и вилла, да, вот тебе и Кипр, дождь уже два дня. И град идёт. Кстати, там видно град, как стучит. Не стучит уже? Ох, какой... Падал град, но уже его нет. Крутой бы был кадр. Так вот можно с лестницы съехать, поехать, прыгнуть туда на парапет и 2 метра дроп на плоскость с узкого парапета. Вот это контент. Я уже хоть приготовился, одел защиту на ноги, раскатывался и пошёл дождь. А завтра мы уезжаем отсюда. Не всегда получается так, как ты хочешь. Хочешь крутого материала наснимать, каточки, готовишься, раскатываешься и что-то мешает. Ну, люди, главное не расстраиваться и подстраиваться под обстоятельства, выходить в их выход из ситуации. Я могу, что, выход найти? Сейчас помонтировать, потратить день на монтаж, на отдыхе. Ну, а что ещё делать? И дождаться хорошей погоды. Видите, ребята, у нас град, на стульчике снег лежит. Что там, на вилле у нас? Круто, да? Дождь идёт, покататься нельзя на улице. Вилла за 700 тысяч евро. Блин, я так хотел прыгнуть сюда, я хочу, но ветер такой, что просто жесть. Еле на ногах стою. Да что-то я смогу прыгнуть, даже ветер. А, нет, там что-то улетает, стульчики переворачиваются. Улетает всё. Там всё, летит чехол, чехол улетает мой. Квыстрник разлетелся. У нас ураган, ребята, это ураган. Я хочу прыгнуть здесь, я влезу. Главное, чтобы эта штука не закрылась. Всё, я побежал. Подожди секундочку ещё. Что, стаканы улетают? Да, да, да. Я ещё раз еду. Закройте дверь просто, закрой на ключ, и стакан убери. Какой, бокал разбился? Блин, ну раз разбился бокал, я уже точно съеду там прыгну. Уже, уже выхода нет. Как думаешь, я долечу, там 8 ступенек. Можешь дверь открыть чуть больше, Таня, я не приеду. Макс, забери свою обувь. Забери кроссовки. Блин, хоть бы вписаться в ту фигню. Нет, ветер сдувает ужасно. Всё, я открыл, я прыгаю. Ребята, что делать на Вилле за 700 тысяч евро, когда идёт дождь и ураган на улице? На Кипре Миша не найдёт выход. Жесть, Тим. У меня аж позвоночник ушёл. Стульчик улетел. Он там не хочет выходить из дома, потому что здесь ураган. Но я её заставил, чтобы снять ещё раз на заставку видео. Да не втирай коврик, а мои кофты будут. Я кофту стирать буду всё равно. Подожди стонночку. Коврик может ещё чистый. Ох, какой ветер, открыть нельзя дверь. Я кофту положил, и её ветром на землю снесло. Моя кофта жесть, всё в болоте. Блин, вообще всё мне по плану идёт. Я только что тейбл топ попробовал сделать, мне ветром подуло. Я чуть не упал. Разлетались ядра, разбился бокал. А бокал какой разбился? Большой? Да. Ну, заплатим, я заплачу. Мы можем его просто выбросить куда-то далеко, и никто ничего не увидит. О, стульчик поехал! Стульчик поехал! Насильный ураган, вообще нереально. Вот, и теперь я узнал, для чего этот шнурок, который обматывает стулья. Я думаю, зачем он? Мы с Таней покушали, и не поставили обратно за шнурок. Ну и всё. Теперь он в земле один. Один уехал куда-то. Вот туда уехал. Прыгнешь в одежде за тысячу гривен в бассейн сейчас? Нет. Давай, за тысячу гривен. 30 евро. Нет. За букет тюльпанов на тысячу гривен. Я лучше на днём, но у кого-то мне будет дарить цветы без таких предложений. Протираем всё, чтобы вилла была, чтобы не упала в цене, 700 тысяч евро, чтобы так и осталось. Сюда нужно попасть. Ты скользко, тут мелко очень. Это шестик. Как же с холода капец Как зимой в это, в прохорь, реально Холоднее чем вчера, иду по два и прыгал Сюда Учу Влада 180, кто не умеет 180, я скажу то, что сказал Владу, нужно просто вжаться, вот здесь уклон легче на уклоне, чем вжаться в него и отпрыгнуть, как будто ногами хотите отпрыгнуть, но уже с великом. Сжимайся, о, есть, сжимайся, но нужно еще жопу больше закидывать в бок и головой смотреть, куда крутишься, правда? Да? Общипеды всем телом забрасывай и смотри, глазами сюда туда, куда приземляешься. О, вот это офигенно! Все, молодец! А что помогло тебе? Ты посмотрел? Телом, наверное, всем, да? Прям я покажу на видео сейчас. Давай пять. Первый трюк. Мы с Ладом взяли маргариту за пять евро. Ну, она, как бы, пять евро маленькая, да? У нас за пять евро в три раза больше. Почему не фокусируется? Вот суп без мяса, с грибами взял. И нам принесли картошку, хоть мы ее не заказывали. Еще принесли бесплатно такие булочки. И это масло или что? Это масло. Масло на булочку, да? И бесплатно какую-то картошку. И сказали, это все бесплатно. Картошка холодная. Это полностью как с холодильника. Пицца это просто булка. Как заготовка к пицце за пять рублей и сыром. И суп, он кислый, как будто кто-то там вышмаркался. Горки противные. Я не могу ничего с этого есть. А это все тысяча гривен. Ну, по сути, тридцать евро. Ну, еще принесут сейчас рис, и тогда будет тридцать евро. Это, капец, ужасная кухня вот здесь. В центре города. В каком мы городе? Пис... Как там? Писсури, да? Владу принесли мексиканский рис с курицей. Ну, попробуй, скажешь как. Мне интересно. Просто у меня суп ужасный, я его не ел. Он пришел, забрал, я спросил, почему он горький? Почему он горький? Он говорит, горький? Я говорю, да. Ну, мне забрать? Я говорю, ну, забирайте. Он забрал и унес. Мне, чтобы сказать, переделать, там он просто забрал и все. Ну, ладно, не ешь, так не ешь. Ну, он греет. А, им явно кто-то должен объяснить, что такое пицца. Это не булочка за 5 рублей, на которой сыр подогревший. А, ну еще смотри, с этой, с решеткой она где-то подогревалась в тостере. Блин, еще такая пицца за 5 евро не ела. Ну, как? Перца очень много. Это 8 евро, но в меню 5. Мы смотрели на меню. На меню? Да, на меню. А, окей. Нет проблем. Это меню на меню, у меня есть полный пицца. Окей, спасибо. У меня есть полный пицца, поэтому это 8 евро. Маргарита пишет и не пишет китс-меню, там ничего не пишет, реально. И он не уточняет, как вам, маленькую Маргарита или большую. В итоге принесли маленькую, детскую, а заплатили за взрослую. И, кстати, Влад не съел тот рис наполовину через силу, потому что голоден был, потому что сильно много перца, да? Да. Короче, мы 30 евро отвалили штуку гривен за самую конченую еду, которая вообще существует, наверное. Я не знаю, зачем я это ел, все, потратил деньги. Лучше в магазин зашел бы. Но за целый день. Вы с утра только ели, я бутик с Хаул и все. В Хауле идем спать, надеюсь, вам понравилось видео такого типа. И мы здесь снимем намного больше, подыщем архитектуру, какую-нибудь интересную. Просто мы ездим на великах, ищем все, ищем, ищем, здесь ничего нет. Но постараем что-то, найти что-то интересное. И когда найдем, мы обязательно для вас снимем. Давай наверх, вали. Давай вали наверх, вали наверх. Все нормально. Окрано. Сюда? Да, 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 да. Давай, давай, да, да, да. Добро, направо, направо. О, фух. Поздравляю, все. Блин, все, я с тобой езжу последний раз. Ты мне неправильно дорогу вказуєш. Субтитры сделал DimaTorzok